В распоряжение службы британской разведки попала флешка с досье 22 тысяч наёмников ИГИЛ. Имена, фамилии, возраст и главное гражданство и местонахождение террористов пока не разглашают. Однако в эфире канала Sky News уже мелькнули многочисленные распечатки анкет, которые при вступлении в ряды джихадистов заполняли новобранцы, 30% из которых уроженцы Франции, Германии и Британии. Из Лондона репортаж Александра Хабарова. 22 тысячи имён и фамилий предполагаемых террористов. Это улов британских спецслужб, которые они получили благодаря журналистам. В распоряжении телеканала Sky News оказалась компьютерная флешкарта с анкетами членов террористической организации «Исламское государство». На каждого рекрута контрразведка ИГИЛ составляла досье. На этих документах с печатями самопровозглашённого халифата, помимо имени, даты и места рождения группы крови, указано, каким образом и когда этот человек пробирался на захваченную террористами территорию. Имеется ли у него боевой опыт, его специальность, текущее место работы, знание законов шариата и роль, которую он готов выполнять, вступив в ИГИЛ. Отдельно отмечается имя того, кто рекомендовал новобранца. Полученные документы сейчас тщательно изучают агенты британских спецслужб. Если досье окажется подлинным, то это настоящий кладезь информации для подразделений, занимающихся борьбой с терроризмом. Флешкарта якобы принадлежала руководителю внутренней службы безопасности ИГИЛ. Её похитил и передал журналистам Sky News некий бывший боевик свободной сирийской армии, который вступил в ИГИЛ, но впоследствии в своём выборе разочаровался. По его словам, этой организацией сейчас руководят бывшие офицеры иракской армии, которые только прикрываются «Исламом», но не соблюдают его правила. Хочу сказать всем, кто уже вступил в ИГИЛ, эта организация – это ложь, это не «Ислам». Там нет ничего от «Ислама». Если верить представленному досье, то из 22 тысяч боевиков 70% составляют выходцы из стран Ближнего Востока, большинство из Саудовской Аравии. Среди европейских государств по количеству рекрутов лидирует Франция. В списке немало известных западным спецслужбам имён. Например, лондонский рэпер Абдель Бари, которого долгое время считали главным действующим лицом видеороликов с убийствами заложников. Есть там и боевик из Кардиффа по имени Риад Хан. Он был убит во время бомбардировки, которая проводилась с помощью беспилотников. Ещё один террорист – хакер Хусейн из Бирмингема. В Англии он был известен тем, что взломал ящик электронной почты бывшего британского премьера Тони Блэра. Хусейна также убили с помощью беспилотников. Его вдова, бывшая панрокерша из Кента, Салли Джонс, по информации спецслужб, по-прежнему скрывается где-то в Сирии. В британской прессе эту 45-летнюю женщину называют «миссис террор». В целом же, полученное досье свидетельствует о том, что в составе ИГИЛ действуют боевики из 51 страны мира, в том числе и России. Александр Хабаров, Илья Мурдюков.